как это все выглядит страшно с одной стороны вот это вот все есть разобрано тут все разобрано тут у нас все разобрано ну на самом деле глаза боятся руки делают поэтому ничего тут страшного не путил от руки все вот эти вот гаечки которые связаны перегородки вот но не зажимал сильно то есть закрутил от руки чтобы можно было потом отрегулировать собираем со стороны салона так первым делом нужно поставить руль рулевую колонку на направляющей на вот эти вот две направляющие гаечки вот поставили потом зажимаем этот металлический усилитель как он стоял болтик на 13 с левой стороны возле левой двери болтик на 13 справа у ног водителя вот он и болтик на 10 держит вот он держит пластиковый щиток где предохранитель вот поставили закручиваем гайки и болты рулевой колонки 2 сверху и 2 снизу ставим на место блок предохранителей и заказа зажимаем гаечки закрутить болты которые стоят в глубине панели а вот очень просто вот берем головку вложим тряпочку и в эту тряпочку вставляем наш болт вот и он уже никуда не денется можете спокойно вот его в нужные места глубину толкать и закручивать закручиваем наши болты на 10 за панели приборов два болта один болт за магнитолой глубине один справа от магнитола и один снизу где вот наша нас прикуриватель вот там снизу не он видно торчит вот их зажимаем в первую очередь поставили панель приборов не забыв подсоединить разъем к панели приборов и зажали одним саморезом сверху подсоединяем тросики и блоку управления печкой так как они были вращая внимание вот они есть синий есть серый не перепутать потому что печка будет работать в том случае если перепутать неправильно вот и разъем поставим пластик на панель приборов тут самое главное не спешить а вы если все провода с левой стороны у нас регулировка зеркал корректор фар по центру сверху аварийка информационное табло это у нас микрофон вот мне все подписано это магнитола снизу я уже подключил на обогрев заднего стекла правый стеклоподъемник левый стеклоподъемник вот и сразу же еще не одев эту панель она еще болтается прикручиваем четырьмя шурупами блок управления нашим обогревом он крепится к этой панели только после этого когда все провода вывели тогда защелкиваем этот пластик и прикручиваем так крепление этой панели шурупы около панели приборов раз-два потайные в углах панели приборов 3 4 справа все вас магнитолы 5 6 и на магнитола 17 все пока больше ничего не закручиваем сейчас ставим магнитолу ставим информационное табло ставим воздуховод подсоединяем кнопку аварийки и микрофона панель раз выглядит вот так вот все по защелкивали сейчас ставим центральную консоль между сиденьями ари центральную консоль закрутили два самореза вот один вот второй так подсоединили провод на один из прикуривателей затем ставим коробочку эту с прикуривателем то же самое подсоединяем разъем прикручиваем ставили крышку с прикуривателем закручили закрутили 4 самореза 1 2 3 4 ставим эту крышку на стеклоподъемники и сюда ставим наш баночку прикуривателя так поставили пепельницу сейчас защелкиваем пластик переключения коробки передач и ставили подручник этот пластик который дает возможность под ручником дает возможность снятия центральной консоли затем закручиваем два самореза которые стоят в задней части центральной консоли справа и слева по бокам ставим на место модуль переключателя поворотов и фар перед этим удобнее всего конечно сразу подсоединить все контакты потому что они находятся сзади там будет не очень удобно вот и ставим на место зажали хомутик рулевого модуля переключателя переключателя так одеваем эту крышечку сейчас потому что потом будет неудобно чтобы вот эти вот пазы вошли на свое место надеваем рулевое колесо установили руль установили руль по нашим меткам на шлицах чтобы лишний раз найдет развал схождения и закрутили шестигранником не звездочкой т-50 все подсоединяем разъемы ставим airbag на руле поднили разъем и сейчас его просто защелкиваем он очень легко защелкивается на место сейчас ставим на место крышку которая у нас стоит снизу рулевой колонки закручиваем шурупы сбоку панели с обеих сторон справа и слева крепляем механизм открывания капота напоминать не задерживаться одной гаечкой на 10 переходим к правой половине салона закрепили на место тремя пластиковыми саморезами защиту мягкую вот ставим на место бардачок не забываем поставить подсветку бардачка и закрепляем шурупами ну вот я вас всех поздравляю салоне панель собрана переходим в моторный отсек так зажимаем все наши болты которые мы наживили вот эти вот вот эти вот эти вот и на 13 вот всех их зажимаем не забываем закрутить наш болтик там где стоит печка тут есть болтик на 8 поставили на место сеточку на вентилятор далее ставим этот пластик для слива воды поставили пластик для слива поставили еще один пластик сюда прикрутили не забываем что вот тут вот тоже есть у нас один шурупчик вот сейчас ставим механизм дворников меняем крепление трубы кондиционера естественного машину которых эти кондиционер есть держится на двух гаечках на 10 ставим пластиковые сливы пластиковая защита между лобовым стеклом и моторным отсеком поставили защиту одели дворники закрепили час перед входим к самому главному ставим на выходы печки вот эти вот резинку и металлическую защитку закрепленным двумя саморезами затем ставим на патрубки новые резинки они нашли в комплекте с печкой хорошенько трубочки смазываем солидолом и здесь и резинки и вот здесь и будем аккуратненько вставлять защелкивать вот смазал солидолом и трубки печки и сами патрубки сейчас буду вставлять так вот наши трубочки вошли надо ставить до тех пор пока этого защелочка туда не зашелкнется все все зашли заливаем если необходимый антифриз заводим развоздушиваем проверяем машину провели прогревается развоздушиваем чтобы развоздушить нужно впрутить вот эту вот заглушку которая стоит прямо на патрубки печки и чтобы оттуда вышел воздух оттуда выходит воздух и когда уже с печки идет холод горячий воздух горячее тепло тогда означает это означает что печка развоздушена ставим на горячее положение вот и будем смотреть когда отсюда пойдет вот уже идет принципе теплый воздух машину еще холодная но поработала пару минут уже тепло начинает идти вот в принципе все радиатор заменен надеюсь кому-нибудь это пригодится кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь ну и вопросы которые может быть я не рассмотрел можете задавать в комментариях всем спасибо удачи